Как же записывают... Ребята, я сейчас скажу простую вещь. Что такое минус один? Это один, да. А это надо из нуля вычти иди. Да. Отлично. Я же знаю, как пишется ноль. Да. Ноль пишется просто всеми нулями. Так договорились. Так отлично. Давайте я сейчас из этого числа вычту иди. Все получится. Из нуля я читаю единицу, получается один и занимаю в предыдущем разряде. Один занимаю в предыдущем разряде, один занимаю в предыдущем разряде. Ребята, я тогда дойду до самого начала, займу единицу в несуществующем девятом разряде. Ну а раз в этом нет, то я чего буду занимать. Я его занимаю, не занимайся ровно. И у меня получается, что у меня единица вот эта. А знаете, что такое минус двойка? Да. Да. Да очень. А где там, 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 там. Это вот так вот. Принцип очень простой. Хочешь записать число минус н, запиши 2 в 8 и минус н. И когда мы с вами запишем единицу с кучей нулей, то это на самом деле будет минус 128. Это единица с семью нулями. Единица с семью нулями. А как же это 128 получается? А 128 никак не получается. То есть до 100. Самая большая по модулю отрицательная минус 128. Все числа от минус 128 до 127 у нас единственным образом в этой системе могут быть записаны. Ребята, вы скажете, конечно, что за безобразие. Что за безобразие, если вы можете, что называется, чуть-чуть сдвинуться и от, что называется, супер положительного числа перейти в супер отрицательный. Ответ такой. А вы не используете слишком большие числи. Если вы решили ограничиться восемью битиками, ну, замечательно, работаете вы где-нибудь на интервале от минус 63 до 63. Тогда, когда вы будете складывать и вычитать, таких эффектов не будет. Но почему такую штуку применяют? Потому что очень удобно в этой системе складывать числа. Смотрите, вам не важно, когда вы складываете, вы можете не следить за тем, какой знак. Давайте сделаем несколько примеров, более-менее случайным образом, для того, чтобы убедиться, что действительно все работает. Значит, я сейчас быстро сделаю. Так, значит, что вы... Алло. Значит, так, кто у нас будет... Давайте вы... Можете? Да, выходите. Значит, что вы сейчас делаете? Красиво пишите строчку из восьми нулей и единиц. И под ней строчку из восьми нулей и единиц. С чего начинать, как хотите. Любые цифры, какие вам нравятся. А мы обсудим, что это будет за пример. Да, работаем. Нет, не надо подсказывать. Сама сообразим. Так, только, ну, пишите цифры одного размера, а не так, чтобы у него спецмена увеличиваются. И так, и достаточно, между ними, естественно, чтобы мы где-нибудь какое-то отношение. Один. Ноль. Ноль. Не надо увеличивать цифры, да? Один. Дальше, дальше. Один. Нормально? Мально. Ноль. Ноль. Один. Замечательно. И теперь под ними, в таком же стиле, ну, строго, строго цифра по цифре, еще какие-то восемь цифр, какие вам нравятся. Отлично. Ставьте на плюс. В чем вы проводите? И теперь давайте сложим, как положено в двоичной системе. Один плюс ноль, да, один. Пишите. Ноль плюс один, это один. Работаем, работаем. Ноль плюс один. Один. Опять один. Один плюс один. Ноль. Это типа десять. Поэтому пишем ноли и говорим, что произошел перенос в следующий разгляд. Да, да, да. Один плюс один, получается один плюс один, опять же будет здесь. Да, отлично. Ноль плюс ноль, и потом следующий разгляд. Да. Здесь получается один плюс два гряд, это один. Да. И две единочки, это будет ноли. А дальше? Нет, нельзя. А дальше нет. Его дальше нет. Все. Да. А вот теперь очень интересно. Надо понять, к какому настоящему примеру в десятичной системе это соответствует. Значит, легче всего понять, что у нас с вами здесь. Значит, мы с вами пишем один, два, четыре, маленький. Один, быстрее. Два, четыре, восемь. Дальше шестнадцать пропускаем, на два пропускаем. Да, 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 нормально, 64. Так, теперь складываем те разряды, где есть единочки. 64, 8, 4, 2, 1. Сколько будет? Пишите уже. 64 плюс 8 плюс 4 плюс 2 плюс 1. 64 плюс 15, это? 64 плюс 15, это 70. Отлично. Это 70. 64 плюс 5 плюс 1. Замечательно. А теперь, что у нас там? Что у нас за числа мы видим? Вот это число, нет, 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 вот это. Оно опять отрицательное. Замечательно, оно отрицательное. А как мы договорились? Там было главное хлам. Что это число, 2 восьмое, это, кстати, 256. Это 256. То есть вы сейчас должны из этого числа вычесть 1, 2, 4, 8, 16. Так, здесь то же самое. Из 256 вы должны вычесть что? Двойку. Четверку. 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 32. 32. Нет, стоп, 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 стоп. А это вообще-то тоже хорошо. Это вообще-то тоже хорошо, что я... 128 тоже надо читать. И 128. Замечательно. Так, ребята, давайте быстро считать. 128 минус 1. 127 и минус 24. Это будет сколько? 103. 103. Отлично. Значит, на самом деле, вот это вот число, это минус 103. Очень рад. А что это такое? Это 128 минус 6, это 22, минус 54. Это сколько? Это 64. Так уж, я считаю, 74. Отлично. Теперь вопрос. Сколько будет 103 и 74? 177. 177. Замечательно. А у нас тут 40. Что? Замечательно. Теперь вопрос. Какая есть связь между числом 177 и 79? 177 плюс 79. Это сколько? 256. 200. 56. Почему 60? 56. 56. 50. 54. Так, спасибо, садитесь. Чем неприятен пример, который она нам сказала? Тем, что, так сказать, вот здесь такая неприятная вещь. Складывали два отрицательных числа, а именно число минус 103 и число минус 74, и они были слишком большие, и поэтому перешло, ну его уже не очень понятно, зачем это надо. Но, сейчас давайте сделаем, что называется, наоборот. Господа, кто-нибудь из вас может назвать какие-нибудь не очень большие по модулю числа, лучше разного знака? Ну, какие-нибудь числа, можно сказать? 1, 0, 1, 0. Не надо 1, 0. Скажем, ну там, не знаю, давайте. 2, 4, 0. Не-не-не, не очень, двузначенное число какое-нибудь. 12. 12. 38. 38. Абсолютно замечательно, маленькие числа, сейчас у нас все получится. Сколько будет 12 минус 38? 38. Молодец, 3, 0, 26. Это я в курсе. А мне интересно это получить на компьютере. Записываю число 12. На 2 делится, осталось записать 6. На 2 делится, осталось записать 3. Это 2 единицы, а все остальное это ни. Вот так пишется число 12. Число 30, минус 38 записывается, на самом деле, гораздо хуже. Что надо сделать для того, чтобы записать минус 38 по нашей формуле? Надо из числа 256 отнять 38. Ну, на самом деле, есть такой простой способ. Надо сначала записать просто 38. Это 0. Дальше 19. Это 1. И осталось записать 9. Это 1. И осталось записать 4. 0, 0, 1 и 2, 0. Так, давайте на всякий случай проверим. Единицы, двойки, четвертые, восемь, восемь. Это 32 плюс 4 плюс 2. Правда? 38. 32 плюс 4 плюс 2. Да. Да, отлично. Так, а как получить минус 38? А вот как? Надо во всех разрядах провести замену. 0 на единицы, единицу на 0. Это очень легко. И заметьте, в компьютере это очень легко. Но так это будет 255. А чтобы получить 256, надо еще прибавить к этому числу единичку. То есть здесь надо взять 0, а здесь 1. Ребята, вот это минус 38, вот это 12. И сейчас я проведу, внимание, сложение этих чисел, как обычных двоичных чисел. Получится 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. И давайте сейчас обсудим, почему это действительно будет минус 26. Для этого, смотрите, что такое 26. Это 0 и осталось записать 13. Это 1 и осталось записать 6. Это 0 и осталось записать 3. Замечательно. После этого надо изменить все разряды на противоположное. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. И надо прибавить единичку. Заменяем вот это на 0, это на 1. Слушайте, совпало.